Читаю стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Руслан Камадей Камчатка, Челябинск, Свердловская область, Нижний Тагил. Провожать свою смерть в Тагиле? Что ты, Господи, Боже мой! Мои щеки темны от пыли, как от накипи ледяной. Вьется флаг нефтяного ветра. Это черный язык земли, и у каждого километра в кости вставлены костыли. Шлют синхронную фонограмму, а в морзе мороз внутри. И обратная панорама, и фанерные фонари. На свои чаевые деньги, заколоченные вчера, город, вставший на четвереньки, квасит влажу из топора. Кипяченые тагильчане опускают бумагу в чай и кричат по ночам. Начальник, свет над нами не выключай. Отцу, я сыт по горло. Из-за сим не увернуться, из-за дыма. Мне папа снился, как Максим на развороте до Весима. Там смерть колышется в окне, как бы набросок карандашный. А я лежу на простыне. Мне жутко, папа, но не страшно. Кровь созревает, наконец, в сырой проталкиваясь кашель. Смотри, я вырасту, отец. А ты уже не будешь старше. Не засыпай, я сам усну. Ты пальцем у морщины крутишь. Не надо, папа, бить жену, а то меня еще разбудишь. Твой взгляд становится косым. Ты в ум утвалишься, как на пол. Зачем ты так со мною, папа? Я не отец тебе, а сын. Над пропастью не ржи, но молча дуй на ветер. По крышке, как коржи, всю ночь пылят. В кювете, в расширенных зрачках окольного проема идут на кулачках. Два адреса до дома. Вдоль снега засыпаю перевулка линий, Где сморщенный трамвай плывет в железной глине. Не могу глазеть в потолок погоды. В голове трава, на районе блажь. Только пью и ем ледяную воду, а она все ташь. Огород кругом, на ограде сырость, пахнет мелом снег, А во рту травой. И в кого такой непутевый вырос отпечаток мой? Машет по прямой, рукава направо стоит отогнуть. Просветлеет след. Столько лет назад умер дядя Слава, А меня там нет. На столе слова вышивают память, И не просто так, А крестом с крестом. И трава с могил Никуда не канет. Ты нарежь ее И сожги Потом.